Что-то хорошее под серебряным дождем Присоединяется к нам по четвергам Лабакр, Латвия Лабакр, Латвия, Лабакр и все остальные прекрасные города Где нас слышат и где есть кинотеатры Я сейчас говорю о Красноярске Я говорю об Астрахани, Калининграде Любимом Нижнем Новгороде, Казани Где нас только не слушают И даже в городе Сочи есть большие кинотеатры Восемь с чем-то городов вещаний Почему кинотеатры? Потому что у нас в гостях Андрей Звягинцев Здравствуйте Добро пожаловать с премьерой вас Фильма «Нелюбовь» С наградами С благодарными зрителями И поскольку мы упомянули Латвию Я в восторге был от того, что вы пригласили На одну из главных ролей Андриса Кейшса Это наш чудес Наш, в смысле латвийский, чудеснейший актер Многоплановый Я все ждал, когда же кто его пригласит Снимать Русскоязычный, причем актер А ты напомни, пожалуйста, кого он играл Для тех, кто уже посмотрел Он играл Нового мужчину Главной героиней Жени Его зовут Антон Его зовут Антон А так он Андрис Кейш Один из ведущих актеров Латвии Как вы его, извините, пожалуйста, нашли? Как вы его обнаружили? Широко стали искать И решили загрести подальше Куда-нибудь от Москвы Нет, на самом деле Это случилось таким образом Я много лет тому назад Был в жюри в Минске На фестивале «Листопад» И среди прочего В конкурсной программе Была картина Юриса Пошкуса Которая называлась «Колка-кул» Черно-белый фильм Замечательная картина Просто блестящая Мы еще были знакомы С Юрисом Потому что как-то В Риге же Даже не совсем в Риге А все-таки это была Юрмала В Юрмале был Небольшой кинофестиваль Где мы в числе Трех членов жюри Юрис, я и Еще одна дама Значит, были членами жюри Вот Там-то мы с ним познакомились И я уже В общем Знал о нем О его существовании Вот И вдруг Столкнулся с его картиной С картиной «Колка-кул» Которую я всем рекомендую посмотреть Потому что Это замечательный фильм Действительно Изумительно тонко сделанный Вот И там я увидел Андриса Мне показалось, что Андрис Ну, мне показалось, что Андрис Во-первых, блестящий актер И что Он Вполне мог бы попробовать Это надо видеть Фильм «Колку-кул» Чтобы понять Почему я предположил Что он мог бы попробовать У нас Сыграть Даже Николая В «Левиафане» Вот настолько давно это было Это было где-то в 2011-2012 году Вот А мы Устроили кастинг Для картины «Левиафан» И я решил собрать Такой состав актеров Которые были бы малоизвестны Нашему зрителю И вот рискнул Вызвал его Он даже приезжал на пробы Но там как раз было Некоторое затруднение Во-первых, я вдруг увидел Совершенно другого человека И это был не наш Николай И я думаю, что он сам это понимает Мы даже встретились Когда с ним Я говорю Ну, Андрис Ты понимаешь, что это не твоя роль Он говорит Да, конечно Конечно Ну и кроме всего прочего У него, конечно, акцент И ему трудно С ним То есть победить его Полностью Довольно тяжело Здесь у него роль Небольшая В объеме И по части текста Тоже у него Не так много Было реплик Однако же Я просил его Чтобы он их Как-то Отработал хорошо Так, чтобы они стали ему Близкими, родными Я очень рад Что он попал к нам И вообще Без вариантов А мы-то как рады Ну я сейчас от лица Латвийской диаспоры Об актерах еще У меня тоже есть вопрос В ленте фейсбука Алиса Гребенчакова Она посмотрела Нелюбовь И вот такой пост Говорит Да нет, нет Я, конечно, ни на что не претендую И Ну вот если бы меня позвали На эту роль На главную роль Я бы не справилась Я бы не смогла Я бы не смогла Там была немножко другая история Что если есть роли В которых ты не хочешь быть То это действительно та роль В которой бы Алиса быть не хотела А, другая история Не хотела бы быть Не хотела бы, конечно Да, потому что Вот такая вот главная героиня И что-то мне подсказывает Андрей, что вы Не просто Такой Сухой режиссер Ну, подожди Это твоя работа Перевоплотись Потом Закончилась смена Свободной Наверное Это же должно быть Еще какое-то желание Наверное, жить Человек должен Погружение Ну, конечно Нет, но перевоплощение Это вообще дело такое Такая Тонкая материя Если говорить о ней Так всерьез Я признаюсь честно Я исхожу из того Что театральное Существование актера Оно предполагает Перевоплощение Или игру Характера Потому что куча школ Вы знаете Вахтанговская школа Совершенно по-другому Подходит к способу игры Там много отстранений И так далее Я уж не говорю О других каких-то Направлениях Таиров И так далее Мейерхольд Вот Это Станиславский Предполагал Именно его школа Полное перевоплощение В кино В кино Человек должен быть Это мое Мое видение Этой роли Что ли Роли актера Он должен быть Максимально достоверен Каким способом Каким путем Он этого добивается Это уже Его вопрос Его профессиональной Совести И так далее Вот Он просто должен быть Абсолютно убедительный Надостоверен Но это не значит Что он такой и есть Вот уверяю вас Вот это Как бы Позиция актера Я сейчас Не Не Апеллирую Не адресуюсь Хотя в общем Получается Разговариваю с Алисой Получается Она Она благодарила Вот эту актрису Которую сыграла Потому что она бы не смогла В этом участвовать Просто потому что Такая ситуация Ну слушайте Мы На площадке Мы Мы Веселились Нам было весело Бодро И все понимали Что мы В определенный момент В момент Когда включается камера Мы просто Как бы сказать Ну Участвуем в другом Действии Мы же понимаем Что это Что это не мы Мы не Мы не Это не документальное кино Другими словами Так что я вот здесь Трудностей как раз не вижу Не знаю Не знаю Но это надо с нею Наверное говорить Чтобы понять Что она имела ввиду Ну Марьяне Спивак Как раз огромное спасибо Мой был вопрос И про кастинг актеров Но я немножко Подхвачу твою линию Мне кажется Алиса говорила Про некую грань Да Вот эту вот грань За которой уже Очень сложно А у вас есть Какая-либо грань в кино За которую вы Ну как-то вот Туда Не пойдете Не знаю Это надо дойти Это надо дойти До этой грани Чтобы понять Пойдешь ты туда Или нет Вот так сказать Абстрактно Мне У вас еще не было Такого опыта Чтобы вы остановились И не делали туда шаг Я так понимаю Ну вот я например Знал о том Что Что очень трудно Играть Делать Вообще Снимать Не то что Не Я сейчас не об актерской Ситуации говорю А о своей Собственной Режиссерской Очень трудно Снимать эротические Сцены Очень трудно Я однажды Попробовал еще На ранней стадии Когда мы В 2000 году Снимали Новеллы Для сериала И там У нас есть Одна новелла Обскура Она называется Где была Откровенная Довольно откровенная Сцена И я понял Что это Невероятно тяжело Очень трудно Практически добиться Подлинности Очень тяжело Вот я зарекся Тогда еще Вот это был Моя грань Мой предел Что это Наверное То поле Пространством В которое Я не войду Вот Но так сложилось В этой истории Что здесь Эти сцены Просто были Необходимы Мало того Вы пошли Мне кажется Настолько далеко Что я никогда Не видела В российском кинематографе Я даже скажу больше Я по-моему Вообще не видела В кинематографе Сцена Которая происходит Между Мужем Главной героиней Я вот кстати Отталкиваюсь От главной героини В этом фильме И соответственно Его любовь Новая женщина Да Новая женщина Которая носит ребенка И у них происходит секс Я честно говоря Действительно Не припомню В российском кинематографе Подобных сцен Вы имеете ввиду Именно ее состояние Интересное положение Она беременна Ну да Я скажу это слово Я не знаю У нас радиостанция 16 плюс А понятно Я вчера возил В кино сына 14 плюс Ну вот И как раз именно Почему-то мне было Не то что неловко Я подсматривал Нет Что интересно А вы не знали Что увидите Я не знал Что увижу Я впервые Как он Я же мне нужно Было подготовиться К встрече с вами И почему-то я смотрел На него только в моменты Когда были вот эти сцены О которых говорите Вы и Мари То есть откровенно А когда То что называется Жестким кино Я почему-то был в нем уверен Почему-то мне даже хотелось Чтобы он смотрел И вот отношения со взрослыми И как взрослые Относятся к ребенку Что и так бывает И что так бывает Довольно часто Поэтому спасибо вам Еще и за такой То есть мы в тот момент Два часа Два часа Два часа Два часа Два часа Вместе воспитывали Моего сына Мы вместе Да Мы вместе с вами Хорошо Ну я Я старался как мог Ну я уж тогда скажу Что эротическая сцена Которая происходит Между латышским актером Прости Я действительно не запомнила Извините Андрис Киш Да Андрис И главной героиной Марьяна Спивак Ее-то и запомнила Но она сделана Практически как полотно Она сделана Как некое такое Тонкое полотно Брыгеля И там где стекло Соответственно Идет дождь Мне кажется Это вообще какая-то Другая грань Визуального искусства Ну Одно могу сказать Я отчетливо понимал Что если вдруг В результате Выбранный дубль Лучший дубль Покажется фальшивым Или недостоверным То я был готов к тому Чтобы это удалить Потому что Вот это главная опасность Когда это фикция Когда это Как бы сказать Подмена Когда ты видишь Что имитация происходит И тебе дурят голову Как знаете В дурном плейбое В таком безвкусном То 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 это никуда не годится Я говорил об этом актерам Что обе сцены Обе сцены должны быть в фильме И если одна из них Не сложится То мы должны убрать и вторую Чтобы не было Чтобы была что ли Своего рода Рифма В фильме должны быть Эти шаги Поступательно Как бы сказать Рифмоваться Ее путь И его путь Мне кажется Мы так резво начали Что я хочу напомнить Что на студии режиссера Андрей Звягинцев Мы говорим Про фильм Не любовь Я просто не знаю Посмотрели ли наши слушатели Или нет Мы так резко начали В сюжет На всякий случай Если не посмотрели Поэтому мы стараемся Обходиться без спойлеров Потому что там все-таки Фильм динамичный Действительно тебя держит В напряжении Ты должен узнать Что там произойдет В конце Поэтому мы в этом смысле С Марией осторожны Про финал мы не будем говорить Ну я уж тогда просто скажу Что речь идет о супружеской паре Которая живет в Южная Тушина Они разводятся Делят квартиру У главного героя Есть уже другая жизнь В виде женщины У главной героини Есть другая жизнь Да У главной героини И собственно говоря Пропадает их сын Алеша И далее в дело Подключаются волонтеры В общем-то Такой факт Который вот обойти Совершенно невозможно Как мне кажется Ну собственно Это не начало Практически начало Присоединяйтесь Друзья 730-101 Наверняка у вас будут вопросы А если не дозвонитесь То пишите из своих районов Городов Автомобили Из Южного Тушина И не только Плюс 7 Ну Марина назовет цифры Плюс 7 903 7976333 Вот кстати Вот вопрос все-таки Любопытный Про эротическую тему От Анны Спросите пожалуйста Пишет Анна Зачем вообще Нужны эротические сцены Если их снимать сложно Смотреть неприятно Зачем нужна эта неловкость И еще один Почему неприятно Мне приятно было Извините Да Вопрос как Еще дальше Зачем нужна эта неловкость Зачем А вопрос как ее звучит Зачем в принципе В кинематографе Зачем нужны эротические сцены И зачем кстати Нужна физиологическая сцена Главной героини Как вы помните Значит она спрашивает Анна Я расшифрую Андрей Зачем нужны Эти сцены Если вам их снимать сложно А Алексу с сыном Смотреть неприятно Зачем вот эту неловкость Такая всеобщая Но я Анна Мне не неприятно Я просто смотрел на малыша Как он реагировал А значит неловко Не знаю Да Ну хорошо Скажу так Значит Ну сейчас Наверное Не Коль уж мы вошли В рассказ о фильме Без спойлеров не обойтись Но Если отвечать на этот вопрос Для меня было принципиально важно Что Мы видим Завязку Самый центр сюжета То есть Сердцевину Событий Которые дальше произойдут В самом начале фильма Там где вдвое На кухне Разговаривают О важных вещах Не будем говорить о чем Но Мы сразу понимаем Всю Как бы Весь клубок Противоречий Дальше На следующее утро Мы отпускаем его И ее Каждого в свою жизнь Сначала Мы видим ее На своем рабочем месте Его видим В своем офисе А дальше Мы прослеживаем их путь Это как Некий эллипс Что ли Из этой точки Расходятся эти два луча Которые абсолютно зеркальны И Мы наблюдаем их В их новых проектах Это их новый проект Жизненный проект Каждого из них И для того Чтобы увидеть Всю полноту Этого проекта Необходимо Показать Вот эту Наготу Наготу То есть Полную Как бы что ли Ну дойти до Буквально в смысле Наготу Именно в буквальном смысле То есть Потому что Эта фигура работает Еще и как Как бы Полное обнажение И полное сближение Вся Интимная Как бы Глубина этих отношений Из которой Только можно увидеть Эти слезы У девочки На подушке Которая отвернулась Смотрит в этот угол Спиной За ее спиной Лежит ее Но Ну ее возлюбленный Ее мужчина Ее отец Ее будущего ребенка И вот она смотрит В этот угол Как я ей говорил Вот смотришь В темный угол Где батарея Значит И этот страх И видишь Это там Какие-то Мерещатся страхи Из которых ты Из которых ты И говоришь ему Все ли у нас будет хорошо Ты же бросил Предыдущую Да Ты не бросишь У нас Да И вот эта Близость И за нею страхи А в случае С Марьяной Другими словами С Женей И с Антоном Это близость Полнота этой близости А дальше Исповедь Практически исповедь Потому что она Исповедуется Перед ним Мы именно так Ставили эту задачу Потому что это рассказ О самой себе До самой глубины То что мы слышали В трейлере как раз Да То что мы К сожалению Слышим в трейлере Вот такая мысль Вы не закончили И вот я считал Что это просто Необходимо сделать Это действительно трудно Я поясню Вот в ответ Нашей собеседнице Анны Это трудно Но Это не значит Что этого не нужно делать Трудно в том самом смысле Что очень непросто Добиться подлинности Вот подлинного Состояния Когда ты веришь В то Что это С людьми происходит Потому что Это действительно Имитация Это имитация Этих взаимоотношений Да Физиологических Но однако же Это Ты веришь в это И Вот этого добиться Очень трудно Добиться очень трудно Открытости Актерской И мужской Кстати сказать Иной раз Даже Мужчина Гораздо Сложнее Идет На такие сцены Чем Женщина Вот И Актерской Актерской Вот эта трудность Вот эта вот Неловкость Потому что С площадки Ты удаляешь всех С площадки Уходят все Члены группы Мониторы Все закрываются Они выключаются Все один Единственный монитор У режиссера Который смотрит И сверяется с тем Правильно ли что-то Сделано или нет И все То есть Это вот Все это Совокупно Технологически Не просто Сделать Но нужно делать Есть очень много Фильмов Где есть слово Любовь Я их за 2017 год Уже несколько посмотрел И в этих фильмах Нет любви Ваш фильм называется Нелюбовь И он действительно Про нелюбовь Ну вот Что-что Точно отвечает У меня складывается Сложилось ощущение Что если там и есть Какой-то Положительный герой С точки зрения социума Нам же нужно Положительный герой Это волонтеры Волонтеры Как и действительно Консолидированное общество Которое хоть как-то может Хоть что-то делает В отличие от власти Да Вот мне интересно Для вас вот эти волонтеры Это Это один персонаж Или это вот Главный Его Пихто по-моему зовут Дед Пихто Дед Пихто Он один из старших групп Так называется Старшие группы Но есть координатор Это совсем главное Тот что сидит в штабе И координирует работу всех Вот я всю компанию Всех этих людей В оранжевых жилетах Воспринял как единственного Положительного персонажа И одного Почему-то этого фильма Ну понятно Ну на самом-то деле Там их трое или четверо У них у всех есть Позывной Одного там зовут Заря Другой Дед Пихто Лиса На площадке придумали Лиса Лиса один Лиса кстати Это позывной Одной из групп Лиза Алерт Реальный Вот Не хватило фантазии Решили оставить Лису Вот Ну и потом Лиса Там была хорошо Хорошо у девушки Вера Ее зовут Вера И вот она значит кричала У нас Алеша Выкрикивала в лесу И это тоже их практики Они так работают Они выходят из лес И останавливаются Все в поисках Затихают Превращаются в слух И работают на отклик То есть это крики В лес И слушание Вдруг он издаст Какой-то звук Отзовется И так далее Это ребенок Или взрослый Вот Так вот Ну далее Координатор Главный герой Я считаю Нашей картины Вот этой части Второй ее части Фильм длится два часа На 55-й минуте Он появляется И дальше он уже там До конца Практически Если не считать Если не считать эпилог Иван Иван Алексей Фатеев И Варвара Шмыкова Которая играла Лену Для меня они имеют лицо Имеют лицо Я слышал эти отзывы Что дескать Они как одно лицо Как блин Да Какие-то функциональные А я вам хочу больше сказать Они именно потому И функциональные Что они не сентиментальные Они отбрасывают Сентиментальность И это их принцип Они строго Точно Методично Работают Они делают дело Вот там есть Это страшная реплика Прочесывание леса Прочесывание леса По заброшкам Вот это самые опасные Объекты Это заброшенные здания Потому что дети Любят там ютиться Они любят там Шалаши себе устраивать Вот И это самые опасные Участки Потому что там Куча проваленных Ну понятно Нет Борбюров Прогнившие полы И прочее Вот И поэтому И поэтому И мы опирались на их опыт И именно отсюда Появился объект Заброшка И ясное дело леса Потому что лес вообще Мистическое место И оно обязательно нужно было Должно было у нас Участвовать В этих поисках Так вот Для меня Их метод работы Вы помните этот эпизод Я не знаю Сейчас мы наспойлерим Все Если люди не видели фильм К сожалению Они услышат это Помните момент Когда он говорит А в реке Они доходят до реки А в реке А он говорит Мертвых не ищем Он даже не смущаясь Говорит это отцу Потому что Потому что они заняты делом Это их такая методика Они действительно Идут только туда Где они могут еще помочь Я читал Если есть основания Если есть какие-то основания А такое очень часто случается Река Вообще водоемы Это какое-то магическое место Притяжения Они действительно притягивают Очень много Находят они Пропавших Без вести Утонувшими в реках В реках и в озерах Каким образом это случается Неизвестно Но однако же так Так вот Если есть какие-то основания К тому Там одежда рядом Кеды Кроссовки Или что-то рядом у берега Или еще какой-то Какая-то примета Которая могла бы Сказать о том Что вполне это возможно Тогда они Сообщают МЧС МЧС уже вызывают Водолазов И тогда они Значит Проверяют водоем Но для меня Одним словом Эти люди имеют лицо Без сомнений Конечно имеют Я читал ваше интервью Пяти-восьми летней давности И журналисты вас спрашивают Скажите Должна ли быть Андреева Кино Надежда В высказываниях Надежды И вы говорили Что да Разумеется Для вас это принципиально важно Я вот думал Где в этом фильме Надежда В фильме Не любовь И собственно Единственное Это как раз Эти волонтеры Ну а где еще Там искать Это если искать До финальных титров Вот моя позиция Такая Если ты Предлагаешь Как Такую Мекину Патоку Такую Картонный Финал Который Обещает Некую Надежду То Зритель С этой Надеждой В зале Замыкается И удовлетворяется Встает И выходит Из зала И идет Занимается Своими делами Потому что На самом деле Надежда Она должна Лежать Где-то За пределами Экрана За пределами Зрительного Зала Это то На самом деле С чем человек Должен выйти Из зала И размышляя Об увиденном Услышанном Прочувствованном Рефлексируя На эту тему Волнуюсь На этот Счет Как-то Приходить Каким-то Ответом Как-то Выкарабкиваться Вытягивать Как Мюнхгаузен Себя За волосы Из этого Небытия Или из этой Бездны Я больше того Скажу На удивление Действительно Очень много Тому Примеров Я не раз Получал СМС И уже В зрительных Залах Слышал Такие Отклики Что я Иду сейчас Я пришел Домой Своего Никиту Говорит Мне одна Знакомая Обняла своего Никиту И не выпуская его До сих пор Из рук То есть Вот это работа Работает Работает Когда ты хочешь Обнять своих близких Там неважно Мужей, жен Тех с кем Ты Проживаешь свой путь Видите как Нелюбовь Провоцирует Настоящую любовь Задание На следующие Пять минут вам Вы пока обнимайтесь А мы вернемся Андрей Звегинцев Что-то хорошее Под серебряным дождем А какое возрастное ограничение у фильма Есть 18 Женщина пишет До сих пор эмоции не отпустили Не решила еще Нужно ли смотреть фильм Дочери и 18 Есть сколько? 18 Я думаю Можно Я думаю Что у меня нет Конечно того Опыта Чтобы понять Почему эти люди Так бросают друг друга Эти камни Но Мне кажется Это возможно Для зрителей из других городов Из стран Мосгортранс Также организует Два экспрессных маршрута На них пассажиры смогут Даваться Я пришел Однажды в зрительный зал Общался с залом Перед фильмом Какие-то слова Попирал И вдруг увидел В втором ряду сидит мальчик Приведу 12 Я говорю Сколько тебе лет Сколько? Он сразу на маму Мама говорит Ему скоро будет 12 Я говорю Подождите Это взрослый фильм Тут нормативная лексика Правда она звучать не будет Но там есть некоторые сцены Она говорит Не волнуйтесь Я беру ответственность На себя Это моя ответственность Так что тут Каждый сам решает Может ли он позволить Своим детям В 18 лет я думаю Это уже взрослый человек Я могу себе представить Что чувствует отец Даже если рядом с ним Сидит 20-летний сын И что чувствует сын Когда он рядом с отцом Сидит и смотрит подобные сцены Потому что Я не могу представить Что чувствует сын Я помню Что я чувствовал Когда мы видели С моей мамой Что-нибудь такое Похоже Я чувствовал Как смущена Она Я сам смущался Этим И этим смущался Ну потому что Это все-таки Та территория Которая Отбуирована В наших связях С родителями По истории Московского транспорта Почему-то Странным образом Как-то даже Это психологически Как бы странно Это не правила Общие А просто Психологически Внутренние Тебе довольно трудно Об этом говорить Да, с друзьями не сложно Да, с друзьями Да По радио даже не сложно Кстати, хороший вопрос Который мы задавать не будем Потому что это спойлер Но про финал и Елены И про финал нелюбви Они сознательно Похожи Прошло То есть вот этот Месседж из телевизора И вот такая некая Ну, ритма Да, да, да Ну, несознательно В том смысле Что очень трудно было От этого отказаться Но это неосознанное решение Сделаем-ка ритм В Елене Нет, этого не было Хотя вот Антон Долин Усматривает в этом ритму Не просто ритму А говорит, что это Это гибких Елена И как продолжение Московской истории Это стояло Я вам правда скажу Когда шел финал Я прям подумал Что вы даже сейчас Ставите кадры И вот это Себе с Еленой Точно такая же квартира Точно такое же Серое небо Закон Точно такой же телевизор Только там, по-моему, Малахов Да, если у меня тут Там нет Там не Малахов Там, как это называется Давай поженимся Да, что-то развлекательное Да, давай поженимся Ну, как будто там Этажом выше Ну, это тоже состоит Ну, да Постоятельно, да Вполне Как этот Андрей Герой Да, конечно То есть Вот просто Камера перешла Кто-то у меня даже спрашивал Это та же самая декорация Как вы себя представляете Ну, правда было ощущение такое Ну, да Было, было Не говорим При поддержке серебряного дождя 13 плюс 1 июля Клуб Йота Спейс Погиб Погиб он или нету? Погиб он или нету? Стильный и аристократичный Единственный концерт в Москве Не пропустите Билеты на сайте Ну, отвечать на этот вопрос Конечно, я не буду Потому что, на самом деле На самом деле Это ничего не решает И он это или не он Ничего Поэтому, собственно, так это и сделано В финале Создана такая фигура, что ли Которая не дает тебе Понять в точности Все-таки Это он или нет Потому что у каждого Своя пропитация Но очень многим Практируют это не так, что это он Мне бы не хотелось Но вот что интересно Ты смотришь этот фильм И понимаешь Что да, конечно Это вот Те самые довольно часто Встречающиеся исключения Из-за общих правил любви Зачем я в жизни не встречал Таких людей Но при этом Ты абсолютно понимаешь Что, конечно же Ну, это правда Эта программа Что-то хорошее Добрый вечер У нас сегодня в студии Андрей Звягинцев Мы заговариваемся По заэфирам И выходим Да, да, да В захлеб продолжаем интервью Заэфирам О нелюбви Мы говорим Нелюбовь Это новый фильм Андрея Звягинцева Ну, конечно, мы говорим Не только об этом фильме И много вопросов Андрей Петрович Приходит и от вас Оважаемые слушатели Звоните и пишите Мы их Некоторые из вас Некоторые из них озвучим Некоторые Не все Потому что Ну, не хотим раскрывать сюжет Уж совсем сюжет Этого фильма Фильма Нелюбовь О котором мы говорим Плюс 7903 7976333 Для ваших СМС Светский вопрос Ну, я так понимаю У фильма все-таки По сравнению с Левиафаном Более-менее счастливая Прокатная судьба Нет скандалов Особых Мат запикали Сразу Без предупреждений Никто Если и ассоциируют Это С Нынешней Россией То никто Об этом особенно Не говорит Депутаты Не подают на вас В суд Не устраивают проверки Что вы Оскорбляете Чьи-то чувства Верующих Там же звучит Православный джихад Фраза Да То есть Спокойно все Более-менее Да Более-менее спокойно Вроде как Наступила эра милосердия Не знаю Может быть Но может быть Может быть Я бы хотел Чтобы она Наконец уже наступила Да Нет Ну во-первых Так С Левиафаном Я думаю Что прокат был Был бы Сопоставимым И если Превращать все В цифры То прокат Вообще был Невероятно серьезный У Левиафана Большие Там суммы Сборов Что-то 94 Или 97 Миллионов рублей Собраны были В прокате И это при том Что фильм За Несколько Недель За 2 Или 3 До проката Вы вспомните Был слит В сеть И посмотрело Огромное количество людей Там скачивания Какие-то Зашкаливающие цифры Там что-то около Полутора миллионов Скачиваний За первую неделю Случились Вот И поэтому И поэтому Наверное прокат Как-то Как бы сказать Просел А в этот раз Фильма нет нигде За этим следит Специальная компания За тем Чтобы его Никуда не выложили И к тому же Мы вышли В прокат Практически На следующий день После окончания Каннского фестиваля 1 июня Да 1 июня Мы вышли В прокат А 28 28 мая Фестиваль закрылся Так что Мы Что называется Прямо По свежим следам Вышли в прокат И прокат Хорошо идет Насколько я понимаю Насколько я вижу И насколько мне Сообщают Наши прокатчики Sony И Walt Disney По-моему Кто-нибудь называется И Sony И Walt Disney Колумбия Представляет Фильмы нелюбовь Фильмы нелюбовь Walt Disney Вот И Все по-моему Складывается Складывается Вполне Вполне Хорошо Для судьбы Картины То что нет Этого шума Идеологического Идеологического Да там просто Мне кажется Нет пищи для того Почвы нет Если и говорить о том Что он какой-то Политическим Обладает Ну как же такая Сатира на Православную компанию Ну это же истинная правда Правда Ну абсолютная правда То есть То есть Это действительно Был такой человек И есть Я думаю Бойко Бойко великий Молоко русское Где он там объявил Что все Представьте себе Молоко русское Там сколько Полторы Две тысячи Работников В этой компании И он всем им объявил Что они должны Непременно Все Обязательно Значит Венчаться Все Все те Кто были Уже Женаты Или что-то там такое Он говорил о том Что проклятие божие Кара какая-то И все такое Ну в общем Какие-то комические Устраивал Значит Обструкции Так что здесь Нет вымысла Нет Все здесь Мне кажется И сделано Это вполне корректно Как мне кажется Так Но и в Левиафане Не было вымысла Но Тем не менее Претензии были И в Левиафане Не было вымысла Да Да Власти По мне так Не было вымысла Все как есть Мне кстати Не хватило В нелюбви Крепкого словца Слушатели наши Спрашивают Где можно посмотреть В нецензурированном виде Ну Объясню Там не было запикано Там просто была Какая-то пауза Загружена Такой эмоциональный Какой-то Ты вроде бы понимаешь А вроде бы какой-то провал К сожалению Да Причем там есть Два или три места Где это травматично Для действия Даже в Левиафане Не было такого Эмоционально Потому что я Когда мы делали Левиафан Запикивали Ну запикивали это условно Мы говорим о мате Да Мы просто вынимаем Ненормативную лексику Как реплику Фон остается Все звучит Нет дыры в звуке Но нет только Самой реплики И я этим Собственно Сам занимался На Левиафане Что меня Сильно травмировало Потому что Ну представьте себе Как будто тебе Ну это непросто Эмоция уходит Непросто Да А здесь я просто Даже отказался Это делать Я отдал Просьбу Я передал просьбу Звукорежиссеру Чтобы он сделал это сам И он мне сам сказал Что говорит Два места А я так и предполагал Что они будут Будут такой Ну дырой Не будет концовки У сцены Скажем У сцены с матерью Там есть Замечательное слово Звучит Когда Когда да В деревне Когда она говорит Вы да бог с вами Да идите Идите Не поможете же У меня же Я же одну на пенсию живу И в гроб В гвоздя В гроб Не забьете И он вдруг говорит Да И вдруг Борис выходя В другую комнату Да забьем Забьем И тут вдруг тишина Потому что на самом деле Она там кое-что Крепкое произносит И венчающая эту сцену Вот И еще в одном месте Это есть Но я думаю Я знаю Что определенно Что закон предполагает Что для частного просмотра Другими словами DVD Если ты приобретаешь DVD Или там Blu-ray Естественно будет авторская версия Вот там это можно будет Это как раз ответ нашим слушателям Ну есть выход для москвичей Идите в кинотеатр 35 мм Ну для москвичей Запекан Да Но там есть титры на английском языке И титры на английском языке Там все напрямую Все как нужно Только на английском Ну это только одно слово Никакого разнообразия У меня никакого разнообразия Русский язык богат А у американцев как-то все На английском Все это скромненько звучит Тем не менее Вчера Это было в 22.45 В этом зале 35 мм Ну где-то человек 30 наверное по моим подсчетам Разговаривали на французском и английском языках То есть были иностранцы Это целевая аудитория То есть кинотеатры Они приходят туда смотреть фильмы на А вы там смотрели, да? Да, да Я тоже и соседи по ряду Сказали too much Девушка, которая сидела В общем-то сказала Ты с too much for me Too much for me, да? То есть по той эмоции Которую я получила Это было too much Слушайте, а мне интересно В 35 мм фокус был На титрах Или на изображении? Ну для меня на изображении Для меня тоже на изображении Ну поскольку я Нет, я имею в виду не для вас А фокус Вот в буквальном смысле слова Я даже смотрел там какую-то картину Я даже подошел в кинобудке И сказал, я говорю А почему вы держите фокус на титрах? А фокус это что? Я тоже не знаю Ну фокус, то есть Ну представьте себе Ну как сказать Ну вот смотрите На изображении На пленке Так Печатают, выжигают Эти значит субтитры Так Это была Я помню даже По-моему это были Братья Коины Да, черно-белый их фильм Человек, которого не было Вот И иногда получается так Что фокус Который нужно держать На пленке Он переходит вниз Нет, нет А он каким-то образом Почему-то в общем Короче говоря Само изображение было Немножко мыльное А субтитры были Зато прям Звенели Здесь по-моему В вашем случае Если не ошибаюсь Была внизу Уже ниже картины Черная полоса На черной полосе Были белые титры Ну слава То есть не на картине Не на самой картине Но я скажу Были такие моменты Меня это кстати Очень удивило В какой-то момент Я не слышала Что говорят главные герои Например Когда они в столовой находятся И вы не поверите Я впервые в жизни Ориентировалась По английским субтитрам Да И это сложило Такую очень странную атмосферу Ну было такое ощущение Да Фильмы действительно Российского режиссера Я пожалуй вас назову Таким титульным Российским режиссером Ведь правда Россия это Больше части Это и представляет Наверное По вашим фильмам И вдруг Ты смотришь В Москве И ориентируешься По английским субтитрам Я не знаю Значит там что-то У них Значит у них там Не очень хорошо Со звуковой аппаратурой Ну может у меня Со сухом Нет на самом деле Она сложная сцена Вообще говоря Сложная сцена была Потому что там Вот представьте себе Все Кто сидят в этом зале В столовой Все это массовка И они вели себя Абсолютно бесшумно Вот то есть совсем Они имитировали диалог То есть открывая рты Ну имитировали То есть они Как будто бы разговаривали Для того чтобы Нам взять Живой звук Эту сцену Но поскольку Актеры в этот момент Жуют И в общем Короче говоря К сожалению Да Это была проблемная сцена Мы даже думали Ее переозвучивать Но я понял Что переозвучить Это не получится И мы вынули Ну так чтобы хотя бы Как бы контекст общий Был бы Был мне кажется понятен О чем там идет речь Вот Ну мы сейчас в частности Ушли На самом деле Небольшие Маленькие детали У меня вот такой вопрос Я Смотрел Мне любовь И конечно же Не то что верил Я знаю что есть такие люди Как бы главные герои Этого фильма Однако в моем Субъективном мире Их нет Ну их нет среди моих друзей Нет среди моих знакомых Ну вот просто нет Вам повезло Наверное Вот и в связи с этим вопросом Вы где их подсмотрели? Вы же не выдумали их? Ну хорошо Вот мать Жени Вы не видели таких женщин? Знаете я только тебя хотела возродить Это же просто общее место Вот маму Жени Это такое наследие матриархата Такого советского разлива Вот такого языческого практически Идола Как это называется Обряда верия И вот то Что она из себя представляет Мне кажется Совершенно знакомый образ Он почти карикатурный Он какой-то такой Аж просто до каких-то Ну степеней Воз... 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 Как сказать? Воз... Вознесение Не вознесен Я вот и думаю Какое слово-то подобрать Возвышенный? Воз... Воз... Нет Русского слова такого нет В общем Одним словом Он такой как бы Гиперболой является Но однако же Абсолютно узнаваемый Что же касается людей Самих Персонажей этих Самих главных наших героев Мне кажется Что мы Мы конечно Вот здесь так Мирно с вами сидим Да еще нас слушают Мы презентуем себя Каким-то образом Конечно Мы же лучше Мы же лучше Естественно лучше Мы как-то и Мы благороднее Волку надели Понимаете Мы как-то привели себя в порядок Вот мило Улыбаемся друг к другу А там где мы наедине С самими собой Возможно вы Не находите Что-то похожего За собой Но я уверен Что Понимаете Иначе бы не было Отклика такого Такого отзвука В зале Возможно даже Что вы никого Не узнаете из них Но вы же верите Что это Правда Ну Вот Мне кажется Что Ну скажем так Мне кажется Каждый обладает таким опытом Если не Не наблюдение То по крайней мере Себя Видал В таких состояниях Я думаю Вот возьмем эту маму 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 да Которая вот в этой деревне Ее разбудили Она Конечно Я встречал таких женщин Конечно Я испытывал Вот Всю вот эту агрессию В свою сторону Это были продавщицы В гастрономе Это были Я не знаю Я был моряком Куда-то пошел Меня послали Вот там Вот такой вот Получил Но в моем идеальном мире Я оправдывал их тем Что ну уж Со своими-то С близкими Они другие Ну то есть Они тоже Она же тоже человек Ну просто вот сейчас Она такая Продавщица А здесь вы Ну а откуда тогда Такие Катастрофические цифры 85% 85% Детей Которые Сейчас Находятся В детских домах Они Дети При живых Родителях То есть Дети Родители Лишенные Родительских прав Вот откуда Эти цифры Это же есть Кому-то повезло Кто-то Кто-то Сложил Свой союз Кто-то Комфортно Себя В нем Ощущает Кто-то Движется Навстречу Друг Другу Испытывает Эту эмпатию Доверие Друг к другу Расположение Терпение И так далее И Можно сказать Это везение Чистое везение Но и труд Конечно Твой собственный труд В этом направлении Двигаться А кому-то Вот не связло В силу Каких-то причин Невежество Я не знаю Отсутствие Возможности Получить нормальное образование Услышать что-то Какие-то сигналы Из верхних сфер Что называется Откуда Можно Действительно Получить Какую-то пищу К тому Чтобы двигаться Вверх Вот туда В восхождение А не падать вниз Я не знаю Мне это показалось Или вы это задумывали Ведь каждый персонаж Который Такой пропитан Нелюбовью Нелюбовь Которая передается Из поколения В поколение От маме К Жене От Жени К Алеши Да Но Даже эта истеричная мама Там есть такие 20-30 секунд Когда ты смотришь И понимаешь Что она вообще-то растеряна От того что происходит Ну конечно И у каждого персонажа Есть такой маленький Фрагмент любви Абсолютно Тотально несчастный человек Она в финале Когда она выгоняет Из дома своих Она же остается одна И помните Держит это лицо Свое Ну она абсолютно одинока С ней только кот Разговаривает Все Телевизор С ней разговаривает И кот Вот ее жизнь И режиссер Андрей Звягинцев Который у нас сегодня Мы вернемся Тоже иногда с ней Разговаривает Да Ну надо же иметь ввиду Что это актриса Вернемся через 4 минуты Что-то хорошее Под серебряным дождем Что-то про любовь У нас сегодня С Андреем Звягинцевым В программе Что-то хорошее Мне очень понравилась Вот эта формула Когда нелюбовь В фильме Нелюбовь Андрея Звягинцева Концентрация нелюбви Провоцирует тебя На то Чтобы ты возвращался К любви Это происходит со многими В том числе Вот и со мной Как со зрителем Фильм Нелюбовь Такое ощущение Я был на паре съемочных площадок И там режиссеры И операторы Особенно всегда старались Ну давай быстрее Солнце уходит У меня такое ощущение Что на вашей съемочной площадке Черт опять пришло солнце Давайте прекратили съемку Подождем когда уйдет Нет у нас на площадке по другому Мы все объекты интерьерные Это все наши жилые помещения Квартира Слепцовых Квартира Маши Квартира Антона Это все павильоны Мы как вывесили солнце Вот туда Так оно все 14 часов Там и висит Так что Вы хотели сказать только о том Что это Что в вашем фильме Отсутствует солнце Это осень Осень Осенняя пора Отсутствие солнца Именно этим и определено Вот Есть же сцены где-то Где оно Закатывается Например Закатное солнце Которое мы делали Практически вручную Опускали Опускали прибор Чтобы в кадре Солнце село Это вот эта сцена Когда впервые К ним приходит Координатор Вот эта большая Длинная Пятиминутная Сцена Где они Предполагают Где он может быть Вот на протяжении всей этой сцены Если зритель будет внимателен Он увидит Что солнце садится И в кадре Темнеет Прямо на глазах Они попадают В этот Морок Этого Их события Постепенно Погружаясь в него А дальше уже сразу Следующий план Почти ночная Ночной город Проезд двух машин Там и так далее Ну здесь Что мне говорить И вам повезло С оператором И оператором С вами конечно О звуке Музыка Музыка Кто на этот раз Музыка Это был и есть Женя Кольперин Который вызвался сам Написать музыку Для фильма Написал мне как-то В период монтажа О том Что он знает Что я работаю над фильмом Даже примерно знает Над каким И готов написать Какую-то музыку Мы с ним договорились Что он будет предлагать Свои эскизы Музыкальные А я в конце концов Просто решу Это то или не то Вот он сделал Порядка шести Или семи предложений И где-то на восьмом На восьмом предложении Вдруг случилась Вот эта вещь Которая в финале На титрах звучит Он прислал ее И я понял Что это точно музыка Для кино Вообще Я услышал ее И много говорил О том Что это абсолютно Самостоятельное Музыкальное произведение Причем большого Такого автора Вот И ясно было Что она будет в фильме И практически Совершенно очевидно было Что она не будет внутри Не в плоти фильма А как-то будет Может обрамлять ее И вот мы договорились с ним Что вначале Он напишет Тоже разгон такой Там два таких Восходящих потока Вот этих Тревожных клавиш И вдруг Она обрывается С тем Чтобы только В финале фильма Снова к ней Нам вернуться Вот И два Симфонических Одно Симфоническое произведение Которое дважды звучит У нас в фильме Это музыка Это песня Силуана Арва Перта А вся остальная музыка Жени Гальперина У нас осталось Время на один вопрос Вы уже на стадии сценария Написание сценария Закладывали Вот это ощущение От бытовой Частной истории К осмыслению Настолько общего И универсального Или это Происходит в процессе съемок Он на нас Казал Мне казалось Мне казалось Что это Понимаете Сценарий у нас Давно Это давняя наша договоренность С Олегом Негидом Что сценарий Себя представляет Техническую запись Именно глагольную форму Он Она Вошел Сел Села Это техническая запись И только Сам сценарий Но Все разговоры наши Вокруг этого Все темы Которые мы Подтягиваем сюда На этот стол Да Они все Конечно Являются таким объемом Что ли Андрей Петрович Нам нужно заканчивать Поверьте нам на слово Мария Армас Работает в эфире Десять лет По-моему Я тоже около Того Вот поверьте на слово Есть много фильмов Где есть слово Любовь И в этих фильмах Нет любви А этот фильм Называется не любовь Но он про любовь Спасибо вам Я тоже так думаю Спасибо большое Я бы надеялся На то Что зрители Именно это Выносят из зала Спасибо вам огромное За этот эфир Спасибо вам Андрей Звягинцев Фильм Нелюбовь Смотрите в кинотеатрах Спасибо Ну что Хорошо Мы здесь Поговорили Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok